Друзья мои, сообщаю вам, что до 5 января действует 50% скидка на мои живые тренинги для женщин по раскрытию чувственности, раскрытию сексуальности. Вас ждет удивительнейший экскурс в мир оргазмов, драйв мышления и медитации по самораскрытию. Испания, Москва, Питер. До 5 января скидка 50% на билет. Смотрите ссылку в описании. Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сегодня у нас будет очень интересная тема для видео. Сегодня мы поговорим о том, какой должен быть нормальный половой акт. Самый частый запрос в комментариях, в вопросах к врачу, который я вижу у себя на почте, на форуме. Самый частый запрос, который возникает у пациентов на приеме, это верификация нормы. Вот определите у меня нормы или извращение, какое я вот кончаю так, потом так, потом розеток. Вот. И хотя мы говорим о том, что нормы как таковой в сексологии и в сексе не существует, и понятие нормы очень условно, то, что тебя устраивает, то, что приводит к твоему душевному комфорту и равновесию и не вредит окружающим, то для тебя и норма. Но все-таки, если не забывать о том, что эволюционно, биологически половой акт у людей служит для размножения, то есть репродуктивным целям, то с биологической точки зрения у полового акта действительно существует некая норма. И вот о такой вот нормативности, даже не о норме, а нормативности. И хотелось бы поговорить. Итак, что из себя представляет нормативный половой акт? Первое. Это половой акт, который совершается один раз в два-три дня, то есть через день, либо каждый третий день. Это связано с тем, что сперми для нормального созревания, вызревания, формирования всех биологических витальных свойств нужно где-то два-три дня. Поэтому оптимальный режим три раза в неделю или где-то через день является стандартным и относится к биологической норме. Следующий момент – это возникновение эрекции. Эрекция нужна для проведения полового акта. Поэтому нормальным является то, что эрекция возникает непосредственно перед введением члена в облагалище и опадает сразу после эякуляции. Всевозможные ваши запросы на тему, что «А я вот хотел бы, чтобы у меня эрекция держалась минут 45, пока длится прелюдия, и пока я ласкаю свою жену, пока она бедненькая не кончит, а я, как настоящий джентльмен, не могу раньше ее кончить, и сначала должен ее довести до оргазма, а пока я 45 минут ее, значит, ласкаю, облизываю, у меня эрекция подает, что делать?» Она и не должна у вас держаться это время. Эрекция нужна для фрикции, для возвратно-поступательных толчковообразных движений члена внутри женского влагалища. Все. Больше для чего эрекция не нужна. Поэтому, если накал возбуждения силен, и этого достаточно и хватает для поддержания эрекции, то это часто бывает в молодом, в таком гиперсексуальном периоде, то это хорошо. Но если вы чувствуете, что вы этого накала уже не выдерживаете, эрекция в какой-то момент у вас угасает, помните о биологическом предназначении эрекции. И, как правило, зрелые мужчины, которые имеют эрекцию не такой твердости, как у 30-летнего, но, тем не менее, этой эрекцией достаточно для введения во влагалище, рассказывают о том, что при, так сказать, ситуации, когда я оказываюсь в нормальных для себя условиях, член во влагалище, я чувствую вдруг себя увереннее, эрекция налаживается, и это достаточно для того, чтобы провести половой акт. Следующий животрепещущий пункт – это длительность полового акта. Длительность полового акта в норме чем меньше, тем лучше, потому что любой половой акт – это очень серьезный расход энергии и сил. И чем половой акт короче, тем больше энергии и сил у вас остается для жизни, для выживания, для решения каких-то жизненных задач и так далее. С биологической точки зрения довели член до шейки матки, сделали туда выброс спермы, и этого достаточно для выполнения ваших функций. То, что вы там хотели бы иметь какой-нибудь там уверенно длинный половой акт, часа бы два, и неважно, женщина как бы себя чувствовала в этом периоде, хотела бы она такой длинный половой акт, это бы круто выглядело, я был бы мачо. Вот это не важно. Важно то, что с биологической точки зрения, чем половой акт короче, тем он энергетически менее затратный. И, наконец, поза партнерши. Нормативной позой партнерши является положение на спине, со слегка поднятым тазовым концом, то есть попка у женщины лежит на подушечке. Это нужно для того, чтобы когда мужчина кончил в нее, вокруг шейки матки сформировалась такая спермиальная лужица, и она должна полежать немножко после такого полового акта, чтобы сперматозоиды из этой лужицы, окутывающие, окружающие шейку матки, проникли через шейчный канал и достигли своей цели в маточных трубах, то есть ополдотворения. То есть, еще раз, четыре составляющие нормативного полового акта. Это половой акт через день, это эрекция, достаточная для введения члена во влагалище и опадающие сразу после наступления эякуляции. Это минимальный по продолжительности половой акт и половой акт, выполняемый в миссионерской позе. При этом девушка лежит на подушечке с целью облегчить зачатие, которое наступает в результате такого полового акта. И не Ель Супра, то есть и ничего больше. Пока!